МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выжить со страшным диагнозом без родных и близких. Как забытые люди устраивают свою жизнь в стенах психоневрологического диспансера. Лошади и пешки не исчезли, они спасены. История об упадке шахматного парка Читы получила продолжение. Мы так долго молчали, потому что не сделали все до конца. Именно с таких слов начался первый брифинг министра сельского хозяйства Дениса Бочкарева. Представителям СМИ рассказали о возмещении ущерба забайкальцам, пострадавшим от степных пожаров. Было подписано распоряжение выделения забайкальскому краю 820 миллионов рублей. Это сумма, которую нам утвердили в полном объеме. Наверное, вы знаете из истории, что всегда, когда происходит ЧАЭС, есть там различные понижающие коэффициенты, если их так можно назвать, которые привязываются к показателю застрахованного имущества. Застрахованное имущество или нет, но в данном случае был, может быть, такой особый, наверное, особый какой-то имел место случай, когда правительство специальным распоряжением утвердило нам эту сумму. На момент визита в Забайкалье президента России Владимира Путина ущерб от степных пожаров составлял миллиард рублей. Агропромышленный комплекс пострадал на 600 миллионов, утраченное жилье оценили в 323 миллиона. 820 миллионов выделены по двум направлениям. Первое направление – это компенсация за погибший скот и утерянное имущество в результате пожара. И второе – это восстановление животноводческих стоянок. На текущий день на счета сельхозпроизводителей перечислено 125,7 миллионов рублей. Что касается утерянного скота, все получат компенсацию. Президентам поставлена задача восстановить чабанские стоянки в срок до 15 октября. На строительство одного большого объекта нужно от 45 до 60 дней. Также у пострадавших есть выбор – обратиться к подрядной организации или заниматься строительством собственноручно. Я не могу сказать, что здесь у нас не будет проблем. Проблемы возникают практически каждый день, потому что это прежде всего работа с людьми. Второе – это объем. У нас там 123 животноводческих стоянки. Это около 540 объектов, которые необходимо построить. После завершения доклада представители СМИ смогли задать интересующие их вопросы. Как показывает практика, какие бы программы у нас не существовали на территории края, всегда огромные вопросы возникают именно к подрядчикам и к качеству их работы в первую очередь. Сложный вопрос, конечно, но мы его понимаем. Подрядчиков, я же сказал, мы выбирали через Минтер, потом главы муниципальных районов, исходили из их опыта работы, как они работали. Поэтому порядком предусмотрено, что мы им будем выплачивать денежные средства не все сразу. То есть сначала будет аванс в размере 30%, в последующем по мере выполнения работы. В муниципалитеты будут выезжать специалисты министерства, чтобы помочь людям на местах. Наша самая главная задача – это восстановить животноводческие помещения до зимы, и восстановить административно-бытовые здания, это помещения, где люди как раз иногда вахтовым методом ночуют, а иногда и живут. Самая главная задача, если исходить из цифр и сроков, это короткая наша задача, это до следующей пятницы заключить со всеми соглашения, договора подряда, открыть счета и выгнать деньги. Юлия Сидельникова, Николай Шунков, ЗАПТВ С пожарами частично разобрались, но ведь дороги тоже пострадали от наводнения. И сегодня сотрудники Общероссийского народного фронта провели рейд по самым разрушенным участкам, которые требуют восстановления. Перед вами карта убитых дорог, проект Общероссийского народного фронта. На ней люди сами определяют и указывают проблемные участки. Сегодня отсюда исчезнут сразу две метки. В прошлом году ручей Застепнинский, в народе его называют речка Нахаловка, практически смыл здесь дорогу, вода доходила до такого уровня. Одной полосы сейчас нет. На данный момент решается вопрос о восстановлении дорожного полотна и будет ли увеличена труба или будет полноценный мост. Во-первых, водопускную способность трубы, то есть и хотя бы как минимум устранить размыв. То есть я вот не знаю, смотрю, знаки не выставлены, не выставлены заблаговременно. То есть мое мнение, что объем работ не сильно большой. То есть по крайней мере устранить размыв и восстановить покрытие асфальтового. На сегодняшний день выделены деньги, подготовлена необходимая сметная документация и сейчас документы находятся в центре закупок Забайкальского края. Планируемое заключение контракта 29.07.2019. Это что касаемо размывов. То есть по размыву здесь в августе будет все ликвидировано. Пока в планах отцыпка и новый асфальт вместо смытого. В 2020 году дорога раздольного проезда дождется капитального ремонта. Пока непонятно, будет ли мост. Но учитывая разрастающийся ореол застроек частного сектора, есть вероятность, что все-таки да. Это, как скажут гидрологи, то есть какое сечение необходимо для максимального прохода воды. Еще один проблемный участок. Прошлогоднее потопление оставило от проезжей части жалкий кусок. Дорога Кутузовского проезда была под угрозой. Объединившиеся представители власти, бизнеса и простого населения смогли отвоевать у стихии дорожное сообщение с городом. Данная работа проводилась совместно с управлением БКД, администрацией Черновского района, предпринимателем. Все застепи, карьера нерудных материалов, которые находятся здесь недалеко. Вот в результате мы то, что получили, то получили. Дорога отремонтирована, аварийной никакой ситуации здесь не может возникнуть, потому что здесь проходила отсыпка внизу скальником, то без расползания дороги не получится. Ну, жители довольны, по крайней мере. Собрались и миром. Да, да, совместно всем миром отремонтировали данный участок. Данный участок тоже будет проторгован, и мы уже сюда зайдем с необходимой техникой. Немножко вскроем, чтобы дать необходимое уплотнение по насыпи, и заасфальтируем этот участок. Соответственно, сделаем откосную часть, сделаем все, что необходимо для дороги, чтобы она не размывалась и не обрушалась. На данном моменте технически то, что отсыпано, оно как дорога-то подходит? Как проезд подходит, как дорога, все-таки мы ее доведем до норматива нормальным ремонтом. 29 июля станут известны подрядчики, которые начнут восстанавливать поврежденные дороги. Таких участков много. Главное, за этот теплый период вернуть подмытые дороги хотя бы к тому состоянию, какое было до наводнения. Вячеслав Барнинский, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. И к другим темам. Жильцы Читинского барака несколько лет собирали воду с потолка. И только сейчас им удалось заставить управляющую компанию сделать ремонт крыши. История противостояния в нашем сюжете. Телеканал ЗАП-ТВ посвятил этому случаю уже целую серию сюжетов. Двухэтажный старый барак, построенный в 1958 году, давно пришел в негодность. В 2016-м здание признали аварийным. В декабре 2018-го здесь случился пожар. Полностью выгорела одна из квартир. После этого крыша дома превратилась в решето. Все попытки попросить помощи у управляющей компании заканчивались отказами. Дом аварийный, на балансе не стоит, никто делать не будет. И только после того, как редакция телеканала осветила эту тему, на ветхое и никому не нужное здание вдруг обратили внимание. Связали с управляющей компанией, по крайней мере, я разговаривал. Собственно, управляющая компания откликнулась сразу на звонок, на разговор. Они, собственно, вот два-три дня, по-моему, они вели работу вот сейчас. Они первое, что сделали, они вскрыли, посмотрели, заменили сгоревшие конструктивы, да, вот эти доски поменяли, поставили новые. Разровняли существующий шифер, потому что он там тоже был некачественно разложен. Заменили профлист, там, где он был негодный. Ждем дождя, это первое, самое главное, чтобы понять, есть протечка или нет, где ее, как устранить. Причем договорились, что не только в той квартире, где протекала, а во всех квартирах, которые есть. Анатолий Александров живет здесь уже более 60 лет. О получении нового жилья, конечно, мечтает, а пока и сухому потолку будет рад. Мне вот 71 год, а я 8 лет переехал сюда жить. А сколько ему этому дома-то? Постоянно эта крыша, ни ремонта, ничего, ничего же нету. Шифер он весь прогнил, все. 18 ведр воды вытащил оттуда. Оно как это, с ведра, все льет и льет. Раньше как, что случится, пойдешь дома, обратишься, сразу же все делает. А тут же не добьешься никого, никому ничего не надо. Должны качественно сделать все же. Ребята работали, нормально работали. После ремонта кровли руководство Министерства территориального развития обещает помочь жильцам и с ремонтом подъезда, лестницы и перил. Также планируют устранить все недочеты по ремонту в квартире у семьи Александровых. Сами пенсионеры с последствиями потопа справиться не смогут. Виктор Соловьев, Ирина Петрова, ЗАПТВ. О чем мечтают те, кого мама и папа бросили с рождения? Есть ли обиды на родителей или время стерло все раны? Эти вопросы мы задали нашей следующей героине. Она всю жизнь прожила в доме-интернате. В Читинском психоневрологическом доме-интернате сегодня почти что Олимпийские игры. Только вот участники особенные. Кто-то плохо говорит, кто-то плохо ходит, но бороться за медали это не мешает. Это первая такая спартакиада в Чите для людей с ментальными расстройствами из интернатов и социальных приютов. Многие из них никогда не видели своих родителей. Казенные дома сопровождают их с самого рождения. Так уж получилось, не повезло родиться такими, как все. Такая история и у Александры. Девочку с диагнозом ДЦП мама и папа посчитали для себя обузой. За 41 годы жизни в интернатах сердце ее не покрылось коркой злобы и обиды, как и в детстве мечтает найти родного человека. Папу. Папу? Почему именно папу? Не знаю. Не хочу маму, хочу папу найти. Вы верите в то, что когда-нибудь сможете увидеть? Ты уж 41 год по интернатам и надежды, я не знаю. Наверное, пробовала искать никак. Александру в Читинском психоневрологическом интернате уважают все. За стойкость и сильный характер. Не зря она призер сразу нескольких дисциплин. Стрельба, дартс, армрестлинг. Спорт делает ее жизнь не такой однообразной. Жизнь пусть и не за колючим, но все же забором. Они все время хотят, некоторые из них хотят домой. Соскучилась по сестре, соскучилась по маме, по жене некоторые скучают или по мужу. Да, да. Но бывает такое, что у них нет никого, что мы, для них вся семья есть. Они такие же люди, как и мы с вами. У них все чувства, весь спектр чувств присутствует, конечно же. Они просятся домой, но мы с ними работаем. У нас и врачи, и психиатры, и медсестры, и санитарки, и наши социальные работники. Все, весь коллектив работает с каждым из них. Даже водители с ними общаются и поднимают им настроение. Впрочем, сегодня отличное настроение появилось у всех и без душевных разговоров. Ведь приехали подопечные сразу нескольких социальных учреждений. Заковского дома-интерната, Читинского социального приюта, представители городского клуба инвалидов. Так и соревноваться интереснее. Дух соперничества просыпается мигом. Такие мероприятия нужны для таких инвалидов. И как бы нужны игры. Наша цель – ознакомиться с этими играми, чтобы посмотрели администрации, все присутствующие. Чтобы обратила внимание и Минсоцзащита, и Министерство спорта Забайкальского окрая на таких спортсменов. Хотелось бы, чтобы такие наши спортсмены лучшие выезжали за пределы региона и выступали на всероссийских соревнованиях, не только местных. Организаторы считают, сегодня людей с психическими и умственными расстройствами недооценивают. Каждый из них в чем-то талантлив. Кто-то завораживающе рисует, другие достигают спортивных высот. Если общество пока недостаточно толерантно, то сами проживающие в интернате сверхтерпимы. Вспыльчивое слово скажут, я разозлюсь и драку. Я не смогу на воле. Это для меня не уверенно, что я смогу на воле жить. Если б я выйду, тюрьма по мне плачет. Если б на воле, мы не сможем. А так, как все вместе, всех знаем друг друга. Подобный фестиваль спорта планируют повторять каждое лето. И дело не только в спорте. Некоторые постояльцы приюта годами не покидают пределов своих учреждений. А потому такой летний день для них – глоток счастья и свободы. Гулял Хасова, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ Сейчас прервемся на короткую рекламу. Вернемся совсем скоро. Не переключайтесь. Нужны деньги? Вам в отличные наличные. Ставки здесь снижены, а выдача занимает всего 15 минут. Отличные наличные. Вам к нам. Вы смотрите новости на Первом Независимом, и мы продолжаем. Жители дома по Богомяково-4 остановили ремонт своего подъезда. Чем людям не угодили работники управляющей компании. Ремонт подъездов дома на улице Богомяково, который так ждали, пришлось остановить. Работы остановили сами жители. Иду дальше по лестнице и дальше начинаю снимать штукатурку, которая отвалилась. Вот здесь сапожок, который отстает в три слоя краска и стоит коробом. Я это все снимаю. На следующий день эти барышни опять приходят. Замазывают то, что я им сняла, подготовила рабочие места. И удаляются. Но на третий день у меня же терпение не было. Я просто-напросто написала заявление на имя Федорко и сказала, ремонт прекращаем, выходим из подъезда и проводим влажную уборку. Побелка поверх лохмотьев грязи. Отделочные работы прямо на отваливающейся штукатурке. Грязно-зеленый цвет краски вместо обещанного модного оттенка киви. Жители возмущены таким профессионализмом. Где стоят такие метки, это штукатурка отстает от основания. Дом. То есть, вот это получается, она... Она отстала, штукатурка. Чувствует, она отстала, она отстала. Потому что дом... Охо. То есть, все грязное, то, что отваливается, просто сверху. Да, да. По поверку, точнее. Да, да, да. Он тут даже вот, они когда белили, вот, то есть, вот все оттирается, да. Просто так сплошняком все забили. Сверху. Конечно, посетивенько. Забили. А вот светильник, щитки, все забили. Жители домов, обслуживание которых проводит служба заказчика, мечта любой добросовестной управляющей компании. Платят исправно, заботятся о сохранении того, что есть, а еще очень инициативны. Только вот чувствуют себя почему-то подневольными крепостными. Если считать по двору со стопроцентной собираемостью, за три года наш двор заплатил у службы заказчика, вот, как бы, у нас получается 5 миллионов. Но, вот у меня возникает вопрос, почему господин Федорко, вот, вся его позиция по отношению к нам, к нашему двору, конкретно ко всем жителям, которые бесконечно ходят, пишут во все инстанции. Его позиция, он ведет себя не как наемный менеджер, он ведет себя как владелец доходного дома, разрешающий жить населению и при этом обязанному вносить плату. Откровенная халтурщина вместо ремонта подъезда – только одна проблема. Вторая – помойка. Ею пользуются не только местные жители, но и работники магазинов. Потому здесь можно найти лотки со сгнившими фруктами и овощами, коробки от обуви, упаковочный картон. В этом году мы горели уже два раза. Два раза вызывали МЧС пожарную охрану. Дело в том, что вот в десяти метрах от этой мусорки находится газгольдер. И в связи с нашими, так сказать, природными условиями, ветрами и так далее, выносом какого-нибудь горящего картонного ящика туда, ну, описывать, что может произойти, в общем-то, уже даже бесполезно. На тему помойки тоже есть переписка с надзорными органами. Перед каждой проверкой свалку, как по мановению властного перста, полностью убирают и даже моют асфальт. Без обращений жителей все снова гниет и горит. Получается, терпите чужой мусор, платите за него, горите, боитесь, управляющие не реагируют, надзорные органы отписываются. Я все правильно понимаю? Правильно, ну, наверное, надо это, позвать нашего исполняющего обязанности губернатора, Осипова Александра Михайловича. После того, как он приезжает, ну, как бы, может быть, что-то и сдвинется. Так что, Александр Михайлович, мы вас ждем, мы вас ждем на нашей помойке в центре города, в квадрате улиц Богомякова и Ленина, возле магазина юбилейный. Пожалуйста, приезжайте, посмотрите, как работает наша управляющая компания. Обращение жителей дома Богомякова-4 далеко не первая жалоба от населения на ООО «Служба заказчика» и конкретно на самого Сергея Федорко. Управленец, если верить его секретарю, ведет активную деятельность. В офисе не поймать обеды, встречи, выезды. Остается надеяться, что Сергей Анатольевич смотрит новости и узнает о проблемах жителей, которые обеспечивают ему заработную плату. Вячеслав Барнинский, Ирина Петрова, ЗАПТВ. О перспективах, о настоящем и будущем. Депутаты законодательного собрания провели выездное заседание на территории Быстринского обогатительного комбината. Они обсудили социально-экономическое развитие Забайкальского края и участие в нем крупного предприятия. Быстринский ГОК входит в пятерку крупнейших работодателей региона. Это и неудивительно, ведь производственная мощность комбината – 10 миллионов тонн руды в год. Производит добычу меди, золота и железа, является важным объектом социально-экономического развития края. Увеличивает объем налоговых отчислений, дает рабочие места и финансирует социально значимые проекты края. Мы хотим продемонстрировать региональной власти, что происходит у нас на территории Газимурно-Заводского района. То есть, какого рода предприятия, как живут люди, как живет производство, как живет предприятие. То есть, по большому счету, мы хотели бы показать, какие перспективы предприятия, какие ожидаются перспективы компании, налоговые отчисления планируются. Это будет полезно показать, какую долю мы будем занимать в социальной жизни края. Депутаты законодательного собрания воочию увидели значимые объекты комбината. Первой точкой стал карьер, в котором происходит добыча полезных ископаемых открытым способом. По прогнозам специалистов, ресурсов должно хватить еще на 30 лет. В перспективе задумано 5 крупных гринфилд-проектов, но пока с нуля реализован только один. Сопутствующие месторождения тоже будут в дальнейшем разведаны, поставлены на баланс. На нескольких фабриках работал. Такая практика применяется практически везде. А те хвосты, которые останутся, они будут переработать? Если другой вид будет, да? Вообще, в дальнейшем все хвосты у нас как техногенное месторождение. Для дальнейшей переработки, с учетом новых технологий, они специально для этого складируются. Для будущего поколения. Далее смотровая площадка, с которой можно увидеть масштабы производства. В штате предприятия сейчас более 2150 человек. Трудятся здесь главным образом жители Забайкалья. Небольшой процент составляют специалисты из разных уголков России. Следом, самая интересная часть экскурсии – склад готовой продукции медного концентрата. Здесь депутаты законодательного собрания смогли наблюдать, как спецпродукт после пресс-фильтрации и сушки проходит по конвейерной ленте в специализированную установку, которая все упаковывает в огромные биг-бэки. После фасовочных процедур концентрат грузят в вагон и отправляют в разные точки. На данный момент основным потребителем является Китай, но в перспективе планируется тесное сотрудничество с российскими заводами. Стоит добавить, что медь – отличный проводник. Она используется в электронике и в машиностроении. Нам, конечно, очень интересно, как предприятие участвует именно в социально-экономическом развитии нашего края, каким образом влияет на нашу экономику, как вкладывается в экономику, в развитие и так далее, какие планы у предприятия, что они планируют сделать в перспективе, как будут развиваться. И у депутатов было очень много вопросов практически по всем сферам работы предприятия. И участие в инвестиционных проектах, и в социально-экономическом развитии. Социальная сфера отдельно была выделена. После посещения основных объектов состоялось заседание Совета парламента, посвященное участию Быстринского ГОКа в социально-экономическом развитии края. Депутатов волновали разные вопросы от финансирования социально значимых проектов края до подбора кадров. Юрий Конн убежден, что образовательная сфера должна подстраиваться под новые веяния. Такая фабрика, которая требует большое количество перечень специальностей, ну, наверное, Забайкальский край не готовит. Я почему-то и задал вопрос переориентировать наших учебных заведений, особенно средне, и начальное профессиональное образование, где готовят рабочих. Вот эти профессии нужно пересмотреть, потому что вот и чем быстрее мы пересмотрим, наверное, востребованность наших кадров будет. Можно вопрос. В социальный пакет входит добровольное медицинское страхование. И подскажите, где предпочитают обследоваться и лечиться работники вашего предприятия? Медицинское обслуживание, общий объем производства, рост налоговых отчислений, обеспечение персонала продукции местных производителей, вопросов, от которых так или иначе зависит развитие Газимура-Заводского района и края в целом, было задано немало. Обсуждение путей их решения станет следующим шагом к сотрудничеству комбината с краевыми законодателями. Новая встреча запланирована уже в июле. Юлия Сидельникова, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ. Пару дней назад на нашем телеканале вышел сюжет о шахматном парке. Речь шла об исчезнувших шахматных фигурах, которые украшали эту территорию. Где они сейчас и в каком состоянии находятся, расскажут мои коллеги. Раньше на этом месте стояли большие шахматные фигуры. Но вот уже несколько лет, как их никто не видел. Ни короля, ни коня, ни пешек. Сами они вряд ли могли куда-то ускакать. А вот кто их унес? Загадка. А разгадалось все быстро. Сразу после сюжета пропавшие без вести король, его кони и остальная свита наконец-то объявились. Оказалось, что их убрали с шахматного парка намеренно, чтобы горожане ничего не сломали. К слову, такие инциденты были. Как пояснили в городской администрации, шахматные фигуры еще будут появляться на своем привычном месте. Но только по праздничным дням. Сломанные детали горки, которые несколько месяцев стояли в плачевном состоянии, тоже заменят. Новые элементы уже едут из Санкт-Петербурга и прибудут в Читу через две недели. Чудеса произошли и с песочницей. Она тоже вот-вот преобразится. В нее засыпет много нового и чистого песка. Такое незначительное преображение шахматного парка обойдется городской администрацией в 51 тысячу рублей. Хоть сумма по меркам города и небольшая, власти просят горожан бережно относиться к таким облагороженным территориям, которых в Чите и так единицы. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать. Оставайтесь с нами на Первом Независимом и вы узнаете много нового и интересного из жизни края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова